Андрей Шерков, клуб Эплер, природоцелитель. Задали такой вопрос, вот, а если ты на гармонии щитовидной железы, есть ли смысл чистить печень отдельно? Ну и вообще, да, вот, иногда сейчас натуропаты ругают такую идею чистка печени. Кто-то даже утверждает, как Евгений Божьев, что касторовая чистка и печень-то не чистят. Ну, как таковую, на самом деле, залезть печень и вычищать ее тряпкой мы не можем. У нас печень сама, вообще-то, орган по очищению внутренней среды и берет на себя первый такой удар. И наша задача, в первую очередь, снизить токсическую нагрузку на печень. А самая сильная нагрузка, это идет поворотное веяние от толстого кишечника, от того, что там гниет и бродит. В том числе от тонт салатов, которые так любят пропагандировать сыроеды, о том, как важно запихивать в себя там кучу травы и кучу овощей. Ну, нагрузка пойдет и от соков трав и овощей тоже. Вообще, мучить печень не нужно. Все-таки, конечно, любое натуральное желчегонное, как гемиопатическое, так и фитотерапевтическое, как правило, для печени, это то, что способствует желчеотделению. Оно чистит все, на самом деле, и не только печень. И здесь любая программа фитотерапевтического очищения, антипаразитарные, так называемые, программы, так и гемиопатические, вот то, что я, например, делаю, и то, что даже вы дома можете приготовить, оно будет все равно провоцировать очищение и клеток, и межклеточной среды, и в том числе печени. Поэтому здесь надо смотреть, вы вот спрашивали по поводу щитовидной железы, вообще надо смотреть, почему вас посадили на гормоны, да, почему была недовольна щитовидная железа, что ее поражало, аутоиммунный процесс, либо токсическое состояние той же печени, либо что-то другое, да, там, какие-то стрессы. То есть щитовидка выходит из себя, и возможно, что она бы уже пришла в себя, вы просто так принимаете тот же гормон. Но вот точно сидя на гормоне, так называемой гормоне щитовидки, на самом деле на химическом веществе эльтероксин, вы губите печень, и печенью придется как бы сдать. На нее придется обратить внимание. А самое интересное, что если, да, мы долго блокировали сигналы внутренней среды о том, что нужно очищаться, то очищение может начаться, скажем так, начаться, принести вот такие сюрпризы. И опять будет сходить с ума щитовидка. И у вас опять потянется рука к гормону. То есть здесь очень важно держать руку на пульсе и грамотно управлять очищением. Но без очищения вы не выйдете, не слезете ни с каких-то лекарств, потому что вас будут на них сажать. Да, я объяснил почему. На токсикозах вам обязательно врач напишет, что у вас проблема с щитовидной железой. А то, что печень у вас не может быть, она в порядке, раз вы сидели на таком яде, как альтероксин. А я вижу, что это четко гепатотоксичный яд. Поэтому как бы заниматься печенью придется. И здесь вы спросите, ну обязательно какие-то вот специальные меры. Ну вот вы знаете, может быть достаточно просто перехода на три фазы питания и грамотного ими управления. Есть случаи выхода из онкоситуации, да. Не у меня, вот они есть в интернете, даже на телевидении их показывали, где человек на салатах просто ушел с третьей стадии рака груди. И поэтому здесь вот вам навязывать именно какую-то терапию, ну никто не имеет права. Есть инструменты, которые могут помочь в управлении очищением. Фитосорбционные различные, да, комплексы, которые будут брать на себя, снижать токсикоз. Есть антигипоксанты, тот же бархат амурский, который поможет снизить потребность клеток кислородия. Здесь очень много всего можно предложить, я это делаю как бы индивидуально. Ну вы спросите, а вот это обязательно? Да нет, это все по желанию, вот возможно, что вы выйдете и сами просто. Но нужно убирать нагрузку и смотреть, как включается ваше тело в очищение, как открываются шлюзы очищения. Если оно не включается, шлюзы не открываются, а жить надо сейчас и оставить жизнь еще потенциала на потом, то придется заниматься этим. Андрей Широков, Клуб Эпидпродуцелитель.